Отсутствие зрения для незрячих это не повод опускать руки и многие из них занимаются не только творчеством, но и спортом. Так в Махачкале прошел товарищеский матч между командой дагестанских чемпионов и сборной республики среди слабовидящих. В равных условиях с повязкой на глазах профессионалы оказались бессильны перед инвалидами по зрению. Как развивались события в этой увлекательной игре расскажет Курбан Рагимов. Левее! 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 Прорыв по флангу, выход один на один и гол. Команда слабовидящих спортсменов открывает счет в матче. Конечно, условия этой встречи привычны не для всех. Чтобы игра была максимально честной, участники надели непросвечивающие маски. В интуитивный футбол играют по правилам обычного. Главное отличие – вот этот вот мяч. Внутрь него помещена специальная так называемая погремушка и он практически не отскакивает от земли. Дела у футболистов в желтой форме сегодня складывались получше. Юрки и нападающие были неудержимы. Профессионалы время от времени даже прибегали к хитростям. В обороне у звезд мастера-международники по вольной борьбе и боксу. Впереди ведущие форварды республики. Но на поле все эти регалии Dream Team не помогли. Здесь свою роль сыграла практика. Что-то вообще неизведанное попробовал в первый раз. Это удивительно, как люди могут так играть. Честно говоря, я в шоке до сих пор. Я говорю, для нас это лишний раз повод еще больше ценить жизнь. Я благодарен им и благодарен организаторам. На самом деле это большой героизм, когда люди не унывают, люди наоборот мотивируют многих других. И показывают на своем примере, что человек, который плохо видит даже, и очень хорошо играет в футбол, и позитивно относится ко всему, и наслаждается миром так, как он может. Это очень, на самом деле, мотивирует нас, тем более, которым мы всю жизнь занимаемся спортом. Нам очень приятно сегодня такой маленький вклад в такое хорошее мероприятие внести. Организаторы рассказывают, идея провести благотворительный матч пришла спонтанно. Сразу же подключились спонсоры, которые поощрят сборную игроков с инвалидностью ценными призами. Вот этот мяч уже обратили внимание, шумит. Он как-то под руки попал, слышал для чего, как бы поинтересовался. И решили, вот, а у нас, моего друга просили, директор парка, организовать какое-нибудь благотворительное мероприятие на этом поле. Вот решили для незрячих, славовидящих провести такой благотворительный матч со спортсменами. Несмотря на так называемую игру в одни ворота, матч по зрелищности выдался интересным и насыщенным. Равнодушным не остался никто. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал НМТ, Махачкала.